Это внешний SSD накопитель на 240 гигабайт. Он маленький, прочный и очень быстрый, читает и записывает полгигабайта в секунду. Но есть один нюанс, я копирую на него тяжеленную папку с файлами и вдруг скорость падает в 10 раз. Вот так мы и знакомимся с SLC кэшем, о котором мало кто расскажет, но который есть в большинстве современных SSD. Сейчас разберемся, что это такое, почему и когда падает скорость в записи и нормально ли это вообще. Как обычно, чтобы понять суть вопроса, нужно заглянуть глубоко внутрь. Если разобрать твердотельник, то кроме прочего на плате мы увидим вот такие чипы, это 3D NAND память. 3D, потому что внутри она как многоэтажный дом с маленькими ячейками, куда и записываются наши фотки, фильмы и прочее в виде нулей и единиц. На данный момент широко распространены три типа такой памяти. SLC, MLC и TLC. Понять чем они отличаются друг от друга очень просто. SLC может хранить в одной ячейке только один бит данных – ноль или единицу. В ячейку MLC влазит уже два бита, а в TLC сразу три. Недавно изобрели еще QLC. Там в одну комнату дома влазит уже 4 бита, но этот тип пока редкость. И вот как вы думаете, какая память лучше? Логика подсказывает, что чем больше влетит в ячейку, тем лучше, правильно? Вообще-то нет, все не так просто. Чем больше бит влазит в одну комнату дома, тем сложнее потом найти их адрес, повышается вероятность ошибок и в конце концов уменьшается скорость работы SSD. Да и сама ячейка изнашивается гораздо быстрее. Вот и получается, что самой выносливой и быстрой памятью является SLC, которая записывает только один бит в ячейку. При этом у нее самая высокая живучесть – около 100 тысяч циклов стирания, тогда как у MLC это уже 10 тысяч, а у TLC вообще 5 тысяч циклов. Но есть один досадный момент – за дешево из SLC памяти не слепишь емкий твердотельник на овер много гигабайт. Это по карману, если у вас только своя корпорация, сервера и миллионы долларов. Напрашивается логический вывод. В абсолютном большинстве потребительских SSD в этом и любом другом используется либо MLC, либо TLC память. И вот здесь кроется главный секрет SSD, о котором никто не рассказывает. Чтобы побороть одну из основных проблем этой памяти – низкую скорость – как раз и придумали SLC кэш. Вот как он работает – метод простой как пять копеек. Вместо того, чтобы долго расселять в каждую ячейку по два или три бита, SSD-шник переходит в скоростной режим и быстренько, не заморачиваясь, садит туда только по одному биту. Короче говоря, имитирует SLC память, отсюда и название SLC кэш. После того, как он шустро записал пачку файлов, в дело вступает контроллер, в который в фоне начинает уплотнять данные. Он, как тот комендант в общаге, ходит по комнатам, собирает одинокие биты и тулит их по два-три в одну ячейку. Этот процесс происходит уже незаметно, для нас мы можем снова что-то копировать или записывать, а комендант все равно будет ходить и в фоне расселять все максимально плотно. В общем, когда информации немного, то все отлично. Скорости высокие, контроллер не напрягается, но когда ее много, вот тут проявляется главный недостаток такого метода работы. У каждого SSD есть свой лимит. Объемы SLC кэша, которые он может записывать в таком быстром режиме и потом незаметно распихивать по углам. Как только этот лимит достигнут, все, накопитель не тянет, а скорости падают в два, три, десять или даже двадцать раз. Например, мой Transcend подключен к быстрому USB 3.1 Gen2 и копирует видео с SSD в ноутбуке. Вот он пишет, пишет, скорость отличная, но бац, в какой-то момент SLC кэш заполнен и скорость падает в семь-десять раз. Вот так и происходит первое знакомство с SLC кэшем. Но тут я хочу ответить на еще один важный вопрос, поставленный в начале – нормально ли это? С современными контроллерами – да. Как только появился метод SLC кэширования, размер буфера был небольшой, скорости падали уже через считанные гигабайты. Но сейчас даже в таком маленьком формате контроллер тянет порядка тридцати пяти процентов от всего объема, а это целых девяносто гигабайт. Конечно, если вы планируете делать бэкапы и лить данные десятками гигов, то SLC кэш все это дело замедлит на каком-то этапе. Но подавляющее большинство, которое не записывает каждый день по 100 и больше гигабайт туда-сюда, вообще может и не узнать о дропах скорости. Даже когда накопитель будет забит под завязку и размер буфера уменьшится, все равно в большинстве случаев можно будет получить максимальные скорости под полгигабайта в секунду, при условии подключения к скоростному USB 3.1 Gen2, как тут. Таким образом, SLC кэш это больше добро, чем какое-то скрытое зло. Благодаря ему в таком микроразмере мы получаем классную емкость и высокую скорость. А тот же контроллер расселяет биты таким образом, чтобы еще и долговечность ячеек продлить. Такие накопители удобно подключать к ноутбукам, планшетам и даже смартфонам с поддержкой OTG. Они надежные и в большинстве сценариев очень быстрые. Пишите, сталкивались ли вы с нехваткой SLC кэша и какой обычный объем файлов гоняете по внешнему диску. Я вот 5-10 гигабайт максимум, когда скидываю фото и видео со смартфона. Если видео понравилось и было интересно, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокол, и я сделаю еще такой контент. А пока можете глянуть видео про Wi-Fi Mesh, разбор портативной колонки и подписаться на наш телеграм-канал с кучей угарных мемов на новости Техномира и не только. Пока!